Новооскольская земля Музей Первой конной армии в селе Великомихайловка. Село в старину славилось своей зажиточностью и шумными ярмарками. Но сто лет назад здесь разворачивались бои между красными и белыми. Гражданская война затронула и Новооскольскую глубинку. Зимой 1919 года здесь хозяйничал советский военачальник, один из первых маршалов Советского Союза, легендарный Семен Михайлович Буденый. В настоящее время здесь действует единственный в России историко-революционный музей Первой конной армии. В музее хранятся личные вещи Буденого, такие как наустники. Уникальный предмет истории, который сохранился в единственном экземпляре в стране. В селе Богородское есть необычный музей. Музей, посвященный удивительной птице гусь. Издавное село славилось особой породой богородских гусей, которых не встретишь ни в одном другом селе. Экскурсионная усадьба Дум-Гуся была открыта 27 августа 2010 года в целях поддержки традиции разведения уникальных богородских гусей. В музее хранятся уникальные выставочные экспонаты, такие как елка из гусиных перьев, а в гусиной канцелярии можно оставить отзыв, выполненный гусиным пером. С 2011 года в октябре месяце проводится межрегиональный фестиваль ярмарка «Праздник Гуся». Новооскольский городской округ находится в самом центре Белгородской области, а село Тростенец является официальным географическим центром Белгородчины. В 2019 году здесь был установлен памятный знак «Географический центр Белгородской области». Храм Покрова Пресвятой Богородицы – это единственный в округе сохранившийся и действующий храм деревянного зодчества. Ежегодно в престольный праздник Покров проходит фестиваль традиционной культуры и быта «Покровские гостёбы». Многовековая традиция принимать у себя гостейный Покров и дала название фестивалю. Уникальность фестиваля в том, что именно в селе Тростенец сохранились самобытные обряды, быт и костюмы прошлого века. Тысячи самых различных кукол собраны в музее тряпичной куклы в селе Глинное. Ежегодно в день праздника Берегини на территории Глинновского сельского дома культуры проходит брендовый праздник «Кукла русская душой», у которого есть и своя история. Придя в дом куклы, можно самому сделать любую куклу и увезти её с собой. На Воскуле славится птицеводство. Отсюда и праздник Фомина яичня. Праздник, который прославился на всю Россию. В 2017 году здесь установили абсолютный рекорд по приготовлению самой большой яичницы России – 12 тысяч порций. И установили памятный знак сковороде как символ домашнего быта. А в 2019 году фестиваль попал в топ-10 лучших майских гастрономических событийных праздников России. Фонд отдела библиотечного краеведения «Универсален». Он насчитывает более 4 тысяч экземпляров книг, брошюр и более 7 тысяч единиц музейного фонда. В отделе есть несколько залов, которые отображают историю Новооскольского края с древних времён до наших дней. В них представлены археология края, макет города-крепости царёв Алексеев, ныне Новые Осколы и экспозиции, посвящённые народному мыту. Находится Ткатский стамп, а также характерное для Южно-Русского побережья многообразие народной одежды, прослеживающейся на территории Новооскольского уезда. О том, что территория Боровогринёвского сельского поселения уникальна, знают не понаслышке. 20 августа 2001 года состоялось официальное открытие музея. В этот день отмечали 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Леонтьевича Бондарева. Именно здесь в далёкие годы XX века жил и трудился Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Андрей Леонтьевич Бондарев. Всего в музее хранятся более тысячи экспонатов. Раритетными являются личные вещи Андрея Леонтьевича. Священная земля 11 городов-героев и Пискаревского кладбища города Легенград. Ещё одно богатство музея – письма. Это письма с фронта, ветеранов-бондаревцев, военнослужащих. Их более 300. Уважаемые новооскольцы и гости города, мы приглашаем вас посетить достопримечательности новооскольской земли. Приезжайте к нам!